Друзья, привет! Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Tag Consulting постный Игнат Алексеевич. С Игнатом мы знакомы уже достаточно давно, и Игнат является ведущим разработчиком в России в области искусственного интеллекта в мире юриспруденции. Это именно тот человек, который обещает в ближайшие пару лет, в принципе, уничтожить юридическую профессию как таковую и заменить ее машинным обучением и роботами. Игнат, привет! Привет, спасибо, что позвал, рад пообщаться. Слушай, расскажи, пожалуйста, про ваши разработки и когда вы планируете их внедрить. Разработки наши мы ведем уже последние года 3-4. Занимаемся автоматизацией сложной нашей юридической функции. Я изначально юрист по профессии, выпускник, в том числе образования юридической юриспруденции, я уже там больше 10 лет. И занимаемся мы как раз автоматизацией вот этой сложной юриспруденции нашей тяжелой, в которой мы работаем. Сейчас работаем по клиентам, но для заказчиков, для которых автоматизируем там рутинные процессы, там закупки, управление интеллектуальными правами, судебная деятельность. По нашим прикидкам, где-то у юристов еще максимум 3-5 лет осталось, и через 10 лет профессия уже будет совсем другой. Сколько вы уже денег вложили в разработку? Своих где-то 2-3 миллиона долларов. Это такой наш внутренний стартап, да. Слушай, я про ценники, я не знал про ценники, сколько вы денег вложили. Михаил, а кто ваш основной конкурент? Я так понимаю, что в любом случае вы не единственные на этом рынке. Мы не единственные, да, но так повело, что знаешь, сейчас на рынке много тех, кто умеет запускать нейронные сети какой-нибудь. Студент 3-4 курса научился запускать нейронные сети, вдруг себя возомнил разработчиком в области искусственного интеллекта. Таких сейчас много, я бы не назвал их конкурентами, но вот legal tech, ну как это, или юридические инновации у нас часто именно такие. Это первый как бы тип конкурентов. Второй, это различные внутренние подразделения крупных структур, там, кто сейчас занимается цифровизацией, цифровой трансформацией, да, то есть это, допустим, можно открыть там новости, почитать, что это Сбербанк, Мегафон, МТС, то есть многие сейчас этим занимаются. Поэтому это вот, да, основные конкуренты наши. Слушай, я, насколько знаю, уже даже прошел, большая волна прошла сокращение юристов в связи с тем, что стали внедрять технологии искусственного интеллекта в области юриспруденции. Да, ну вот, да, 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 есть такой действительно кейс на рынке. В одном из операторов большой тройки сократили всю вот юридическую, классическую договорную работу с претензиями, с документами, заявлениями. Ну там было, я не знаю, сколько было людей изначально, наверное, там сотни-тысячи человек. Они автоматизировали свои процессы, их прописали, там, внедрили технологии, понятно, по полочкам все разложили. И у них осталось там десятки людей, юристов на всем, на всю Россию, да, то есть операторы стройки. То есть как минимум человек сто юристов потеряло работу, потому что внедрили вот первый прототип программы. Ну я думаю, что они на порядок сократили, то есть это раз в десять, если не больше. Круто. А вы внедрились уже? Ваша программа работает сейчас? Да, работает, работает у нас, работает у наших партнеров, кто с нами это дело инвестирует, развивает. Есть два проекта, один у реестродержателей внедряем, система обработки запросов госорганов на представление информации из реестра акционеров. И второй наш заказчик, второй клиент, это телерадиокомпания, занимается кино, музыкой, фильмами, вот этими всеми вещами. Они автоматизируют из себя управление вот этими всеми интеллектуальными правами. У них тоже внедряем. Сколько она уже работает, когда внедрили? Ну, работает она уже сколько? Ну, там, не знаю, где-то, наверное, почти год, плюс-минус, да. Ну вы заработали уже какие-то деньги, отбили? Нет, отбить еще будет это не скоро. Мы делаем не для заработка, мы делаем для роста капитализации вот эту всю историю. Заработали где-то, грубо там, полмиллиона долларов на этом всем. Ну, затраты больше пока. Ну да, вы пока потратили 2-3, 500 заработали. Но в любом случае еще есть над чем работать. Ну, здесь история про масштабирование, про будущее, поэтому это все нормально. Ваша задача подмять под себя весь юридический рынок и на этом зарабатывать? Как у вас бизнес-модель? Бизнес-модель стать лидером. Как бы это не было там забавно и, может быть, кому-то показалось смешно. Но сейчас на рынке в области искусственного интеллекта, особенно в юриспруденции, лидера нет. То есть нет кого-то одного, кому можно было назвать, вот они лидеры, они первые. Мы хотим это место занять, модель у нас такая. Соответственно, это рост капитализации компании, это наращивание клиентской базы, успешное внедрение у одного, двух, трех крупных заказчиков прям большого серьезного проекта с большими бюджетами. Слушай, ну, с учетом, что вы конкурируете с большой тройкой, с учетом, что вы со Сбербанком конкурируете, то те деньги, что вы вложили, 2-3 миллиона, мне кажется, в сравнении с ними, это просто пыль. Я думаю, что их затраты исчисляются, ну, если не минимум десятками миллионов, если не сотнями миллионов долларов в этой области. И вы сейчас идете наравне. Ну, так и есть, да. Я тебе больше могу сказать, например, последняя стоимость, чтобы ты в курсе был обучение нейронной среды, просто один там круг прогнать, эти миллиарды, триллионы параметров, просто электричество пожечь на этих, на видеокартах, я думаю, многим известно, прям еще криптовалюту майнят, и вот как раз нейросети обучают. Себестоимость обучения, просто один цикл сделать по последним статьям, это там полтора миллиона долларов, полтора, три, четыре. Просто один раз прогнать что-то. А что значит, один раз прогнать, я думаю, что многие не понимают. Ну, давай, хорошо, смотри, у тебя ты хочешь обучить нейросети распознавать типы документов, например, не знаю, там, отличать договор от акта сдачи приемки услуг. Простая задача. Ты берешь утрированно там 100 тысяч договоров, 100 тысяч актов сдачи приемки услуг. Засовываешь их в компьютер, засовываешь в нейронную сеть, и говоришь, вот это вот одна категория, это другая категория. Потом даешь новые документы, уже обученная нейросеть тебе может сказать, это один или другой тип документов. Вот сейчас самые современные сети для того, чтобы прогнать этот цикл обучения, один выполнить, чтобы она хоть чего-то научилась делать, это там полутора и больше миллионов долларов. Но прикол в чем заключается? Ты когда запускаешь цикл обучения, ты не знаешь, чем закончится. Поэтому у тебя еще и там попытки могут быть неуспешные. Соответственно, это десятки миллионов долларов, я даже не знаю, сколько там, особенно Китай сейчас гоняет. То есть смотри, например, мы берем договор купли-продажи от договора поставки, да, и мы обучаем его различать, эти договоры, правильно? Да. Это полтора миллиона долларов. На последних нейросетях, да. Да, это очень дорогая история. Ну, то есть получается, что нам очень долго обучать-то эту программу. Ну, долго и недорого. Ну, если идти топорными методами, то, конечно, да. Но здесь, как это, знаешь, как эта левша, который блоху подковал, если ты знаешь хорошо предметную область, как ее знаем мы, то ты можешь некоторые вещи сэкономить и сделать гораздо дешевле. Потому что часто эти нейросети гоняют программисты, которые не очень понимают, а зачем, куда применять и так далее, у нас есть некое преимущество. Мы понимаем очень точечно, что надо делать, для кого и для каких вот наших бизнесовых юридических задач. То есть, ну, поскольку мы сами юристы, мы знаем все наши более проблемные места. Мы знаем очень четко, что надо делать. Поэтому, да, есть некое преимущество интеллектуальное. Скажи, пожалуйста, через сколько лет или месяцев вы выпустите просто на рынок свободный доступ к программу? Какие у вас есть планы в этой области? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Я думаю, что законченный продукт, который, скажем так, робот-юрист, которого можно там условно себе скачать на компьютер, поставить задачу написать исковое заявление, например. Я думаю, что до этого там 3-5 лет осталось, после чего, да, ну, если как бы все будет в планах складываться, как идет, то да, это где-то через это время будет. То есть, если я в 2021 году поступлю на первый курс юрфака, то к 2025 году я выпущусь безработным. Абсолютно. Ну, с этим как бы ничего не сделать. И так сейчас объективно выпуск количества юристов – это безумные цифры. Я уж не знаю, сколько их там в год выпускается, но рынку точно столько не нужно. По нашим, ну, вот самым скромным подсчетам мы считали, например, для одной судебной отрасли, сколько потенциально мы могли бы высвободить человеческих ресурсов, но перераспределить на другие задачи. Да, то есть, мы не говорим про сокращение, мы говорим о том, чтобы перераспределить… Перераспределить Макдональдс, Бургер Кинг, вот их… Нет, 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 смотри, еще раз, как бы проверка вот этих всех реквизитов, которые никому не нужны, которые рутинный труд. У нас есть, условно, помощники-судьи, которые занимаются не самой высокой интеллектуальной работой. Мы говорят, чтобы эти ресурсы направить на что-то более интеллектуальное, более важное, нужное, там, внимательно почитать материалы дела, условно. По нашим скромным, скромным подсчетам, это 40% численного состава в одной взятой федеральной инфраструктуре. Но это, как бы, я думаю, что плюс-минус можно экстраполировать на все организации. А сколько это в тысячах человек 40%? Это миллионы, это миллионы людей. Смотри, я просто так понимаю, что перераспределить ресурсы, ты очень так благовидно сказал, людям придется просто тупо менять профессию и переобучаться на что-то новое. Но если он раньше сидел и читал из КВ заявления, что он начнет новое делать, тогда мы за него это прочитаем, да? Он пойдет туда, где не пришел искусственный интеллект. Есть некое место для оптимизма, на самом деле. Она заключается в том, что когда ты внедряешь вот эти цифровизированные процессы, у тебя есть рост потребности в людях высокой квалификации. Потому что тебе нужны люди, которые могут понять, как работает искусственный интеллект, и когда он ошибается, а такое бывает, нужно прийти и понять, в чем проблема. То есть таких людей нужно больше. Это с одной стороны. Нотка пессимизма, как бы бочка не только у нас с медом здесь, заключается в том, что вот эта цифровизация, это мы занимаемся юриспруденцией. Но мы прекрасно знаем, что кто-то то же самое делает для бухгалтерии, для финансов, для маркетинга, для еще чего-то остального. Поэтому здесь вопрос перераспределяться куда. Но здесь мне что-то сложное рекомендовать на рынке. А есть какие-то ограничения у вашего искусственного интеллекта? Например, вот в эту область юриспруденции он никогда, например, не придет. Есть что-то такое? Вот именно внутри юриспруденции? Ну да, сейчас исключительно про ваш искусственный интеллект. Я так понимаю, что у вас только внутри юриспруденции. Вот какая-то область, где искусственного интеллекта не будет, но через черносложное. Это межличностные отношения. Например, семейное право, муж с женой ругаются, и он их никогда не померит. Ну, я образно. Есть что-то? Ну, смотри, я уточню, что ограничений пределов по тому, что там нельзя, например, в административном праве, или в медицинском, или в каком-то еще, такого, в принципе, нет. В искусственном интеллекту ему по большому счету все равно, в какой области разбираться и в какой предметной задачке себя чувствовать. Другой вопрос, что мы понимаем, что есть такие тонкие материи, как ты правильно сказал, там, семейное право, уголовное право, да, то есть здесь вопрос усмотрения судьи, он, безусловно, важен. Поэтому мы говорим о том, что то, что мы делаем, да, это интеллект, да, он может какие-то суждения, рекомендации формулировать, но это, в первую очередь, и всегда рекомендации для судьи. То есть, чтобы судья не вычитывал эти сотни страниц материалов дела, а имел там идеального цифрового помощника. Он подсказал, смотри, вот здесь вот гарантированно в материалах дело вот это, вот это. И ты, уважаемый судья, принимай решение. Ну, вот такие вещи, да, то есть мы говорим о том, что есть некоторые тонкие материи, судейские осмотрения, там, уголовное право, семейное, где без человека тяжело. Ну, то есть вы судьям тоже планируете помогать? Конечно, да, ну, потому что рутина есть везде, то есть у всех отделы приемки, что исковых заявлений, что входящих обращений, что, там, не знаю, писем и так далее, это везде слабое место. Как раз мы на него нацелены, на автоматизацию проверки вот всего формальных оснований, это наша любимая история. То есть вы сейчас про помощь судьям, я так понимаю, что не самая сложная задача на первом этапе? Ну, как сказать, несложная, понимаешь, у тебя, например, есть там проверка искового заявления на требование арбитражного процессуального кодекса, форма содержания искового заявления. У тебя там есть, например, проверка о том, что исковое заявление должно быть подписано истцом или представителем. А это может быть либо же, там, генеральный директор, либо представитель по доверенности, либо конкурсный управляющий, либо, там, законный опекун. И вроде у тебя, как бы, одно требование, ну, простое, всего, там, пять-шесть слов у тебя написано. Но за ними, как бы, такой большой юридический конструкт, который надо проверить. И это, ну, понятная, как решать задачку, но не могу сказать, что она прям простая. Я так понимаю, что если бы у нас было прецедентное право в чистом виде... Оно, оно, да, де-факто там у нас есть все равно, мы смотрим. Но помнишь, консультант плюс, когда открываешь, там всегда практика в одну сторону и практика в другую сторону принципиально. И если бы у нас была в чистом виде прецедентная система, то ваша программа могла бы, в принципе, сразу предрешать даже исход дела. Я бы мог в суд не идти. Я загружаю вашу программу и беру, оцени, пожалуйста, какой у меня, может быть, результат, стоит мне судиться или нет. И она мне говорит, там, шанс на победу, например, 98%. Ну, смотри, здесь, наверное, нужны как бы изменения немножко другого порядка, связанные, в первую очередь, с вопросом доверия, да, то есть, насколько мы готовы доверять решениям такой системы. Я могу предположить, что, например, как вот с мировыми судьями, например, да, то есть люди могут договориться пойти в мировой там суд или в третийский суд, сказать, что мы доверяем решению там негосударственного суда. Я вполне допускаю, что могут появляться структуры, которые гарантируют быстрое разрешение спора по существу. Ну, например, по аналогии с третийским судом. Пожалуйста. Третийский суд, да. Да, то есть, как бы такой независимый и так далее. Либо, например, какие-то, допустим, категории дел, где и так никто, например, в заседании не является, да, то есть, по страховке, по машинам, там, сумма иска до 100 тысяч рублей и, как бы, можно такой фасттрек упрощенный придумать. Но, еще раз, это вопрос доверия, это вопрос того, насколько мы, как люди, как социум, как общество, готовы такие решения принимать, насколько мы готовы быть с ними согласны. Здесь важный вопрос, на самом деле, уточню, то, что делаем мы, оно является объяснимым. Да, то есть, всегда интеллект может тебе объяснить, почему он такое решение принял. У многих это не так, как бы, те, которые нейронные сети запускают, они говорят, у нас черный ящик, непонятно, что происходит, почему он принял такое решение, как бы. Мы знаем, что такие вещи летать не будут, нам, юристам, нужна объясненность. Потому что, если мы разрешаем, например, экономический спор, ну, как ты сказал по страховке, ладно, я, например, готов довериться программе, с учетом, что она уже решала тысячи подобных дел, а если, например, уголовное дело, то у меня не будет доверия такой программе, потому что, ну, судья, наверное, все-таки смотрит на некоторые такие межличностные отношения, то есть, человек, например, может просто украсть мобильный телефон, хотя он у него и так был, он просто захотел новую версию. А, возможно, человек еду украл, потому что не было ничего кушать. Или, например, убийство. Кто-то мог совершить убийство из каких-нибудь корыстных побуждений, а кто-то мог совершить убийство, он защищал, например, свою дочь от изнасилования какого-нибудь маньяка. Это принципиально два разных убийства. И доверяться здесь, конечно, программе я бы не стал. Ну, смотри, мы на самом деле, когда, есть такой забавный момент, мы когда автоматизируем вот эти все процессы, это как, знаешь, зеркало, которое перед нами становится. Мы на самом деле задаем себе эти вопросы, как бы их человек разрешал. Просто такой искусственный интеллект, это повод на эти темы поговорить. Но они же все равно у нас как-то разрешаются. Да, то есть, судьи, это есть конкретные люди, которые там живут в конкретное время и принимают очень понятные или там иногда не очень понятные судебные решения. Это, мне кажется, повод как раз подумать, какой бы мы хотели, чтобы была судебная система. Где место интеллекта искусственного в ней, где в ней место человеку. Это как бы хорошие дискуссионные вопросы, я думаю, что. Но и как бы неважно, где будут технологии, мы как там общество и в том числе как юридические сообщества должны какую-то позицию сформировать, что мы, например, предел доверия такой-то системе. Ну, например, вспомни, как внедрялись страхи, например, да, то есть вот эти камеры там по машинам и так далее. В принципе, сейчас, например, со штрафами уже никто не спорит, которые снимались на камеру там где-то еще и так далее. Но я думаю, что первые пилотные проекты тоже происходили очень как бы тяжело, когда люди спорили, не доверяли и так далее. А сейчас вот поменялось, всех устраивает все. Слушай, я задался вопросом, интересно, сколько людей во время промышленной революции потерял работу и было вынуждено идти переучиваться, потому что мы сейчас стоим точно на таком же пороге, ну, только конкретно на вашем примере в области юриспруденции, что тысячи, десятки тысяч, если не сотни тысяч юристов будут вынуждены идти и переучиваться либо на новую профессию, либо какие-то на отрасли, которые еще искусственный интеллект не задел, чтобы в них работать. Я так понимаю, что снова понадобятся юристы, которые будут обслуживать вашу программу. То есть сейчас... Которые будут ее понимать, улучшать, да. Да, понимать, улучшать. А вы не взаимодействуете с какими-то университетами, например, посадочными, которые потом будут готовить специалистов, чтобы обслуживать вашу программу? Ну, хороший вопрос с университетами. Пока мы взаимодействуем с ЭТМО, это Санкт-Петербургский университет, у нас с ними плотное взаимодействие, помогает нам решать задачки. Но, опять-таки, не на правах рекламы просто, как это сказать, так совпало, что читаю курсы, например, в статуте школу права, допустим, для legal tech, директора, людей, которые у себя, ну, как педалируют, продвигают вот эти инновации. То есть есть места, на самом деле, которые в МГУА, знаю, что сейчас программу будет делать, запускать по инновациям, как раз-таки, как юридическим департаментом, как инхаусом себя вообще в этом самом деле структурировать. Это, безусловно, да. Я бы, знаешь, может быть, привел такой анекдотический пример, но я думаю, что зрителям, слушателям будет интересно. В начале 20 века, вот статистика, в США основной тяговой силой была лошадь. Да, то есть и была в среднем, как бы, у каждого из трех человек. Ну, грубо говоря, у семьи. То есть в каждой семье есть лошадь, как сейчас автомобиль, плюс-минус. По прошествии технологического прогресса, как все там произошло, поменялось и так далее, соотношение после Второй мировой войны упало до, там, одна лошадь приходится на каждого где-то, там, 60-50 человек, сейчас там один к 30 соотношение. То есть из того, что, как бы, лошадь была в каждой семье, мы пришли к тому, что лошадь есть, как бы, редко у кого, на самом деле. Я думаю, что где-то будет такого уже, как бы, серьезная трансформация, там, условно, геноцид профессии. Но в том плане, что она, я надеюсь, что она переродится, что будет что-то новое и что-то другое, как было и с лошадями. Но есть перспективы не к самым радужным, конечно, исходам. Слушай, я задался вопросом, что есть же много людей достаточно религиозных, которые, скорее всего, в штыки, очень даже в штыки воспримут то, что вы делаете. И я понимаю, что скоро фильм «Матрица» станет для нас абсолютной реальностью, потому что искусственный интеллект, он зажимает нас со всех сторон, не только в мире юспруденции. Я так думаю, что аналогичные разработки ведутся сотнями компаний по всему миру, каждый в своей области. Конечно, да. И непонятно, к чему мы придем в кратчайшие сроки. Я человек не религиозный, на самом деле, но могу немножечко, как бы, отрефиксировать на тему религии. Здесь-то очень, как бы, интересный такой момент был, как раз, история религии, да, когда Адам и Ева из рая были изгнаны, что, в принципе, Бог-то сказал Адаму, да, о том, что ты будешь трудиться до конца, как бы, своих дней и так далее. То есть, ты будешь, руки в крови и в мозолях у тебя будут. Здесь, конечно, такой интересный момент, что, ну, если проецировать, как это можно, там, в плане логики определить, да, что участь человека – это постоянная работа и самореализация. Здесь очень глубокая философская есть проблема, действительно, это очень правильно подметил, связанная с тем, что вот технологии искусственного интеллекта, вот эту основу личности человека, любого, работу, труд, как бы, самореализацию могут взять и просто вынести абсолютно. Что с этим делать? Это большой вопрос, как бы, ну, вот, например, то, что сейчас обсуждается, например, недавно Всемирный банк нам рекомендовал, там, базовый основной доход, да, то есть, когда, условно, людям деньги платят, раздают за ни за что. Но вопрос самореализации, там, а кто я, там, спроси у человека на улице, он тебе скажет, я, там, юрист, слесарь, таксист, еще что-то, да, то есть, это фундаментальная основа личности. Действительно, экзистенциальная угроза технологии, потому что они вот эту основу личности, сознания, самореализации человека подрывают. Такая история есть. Есть у вас какие-то материалы, которые мы бы могли разместить в открытом доступе, чтобы каждый желающий, кто нас смотрел, мог ознакомиться? Смотри, да, мы за популяризацией, то есть, мы, ну, как бы, мы этот путь очень тяжело прошли. Мы пытались изначально, когда мы запускали проект, нанимать разработчиков, у нас не получилось. Нам пришлось, как в том анекдоте, стать ежиками и самим запустить этот весь процесс и нанять в себе в команду разработчиков, чтобы они работали вместе с нами, вот прямо рука об руку. Этот путь тяжелый мы прошли, мы готовы делиться опытом. На Хабре, это такой специализированный айтишный ресурс, может быть, слушатели знают, мы выкладываем статьи в видео, вот буквально там на прошлой, позапрошлой неделе закончил выкладывать очередной курс лекций. Там, пожалуйста, четыре с половиной часа про искусственный интеллект, рассчитан для тех, кто вообще ничего про него не понимает. Вот вначале прям с самых азов, с терминов и заканчивая, там, прослушав этот курс лекций, человек может у себя в компании сформулировать некие ключевые KPI, стратегию, там, план мероприятий по внедрению цифровых сервисов, по трансформации и так далее. То есть нацелен на юристов, которые, естественно, про технологии, может быть, там, искусственный цирк не так много знает. Супер, друзья, мы тогда у Игната попросим ссылочки на все материалы, если будут ссылки на презентации, ссылки на Хаббар и разместим в описании и в комментариях к этому видео. Каждый желающий сможет зайти и познакомиться. Если Игнат поделится своими личными контактами, то тоже на него контакты. С удовольствием, да, как бы, Телеграмм любимый способ для общения, поэтому с удовольствием пообщаюсь. Да, спасибо тебе, Игнат, большое за встречу, за то, что нашел время, ответил на наши вопросы. Если будет отклик от нашей аудитории по такой очень непростой теме, то с радостью еще проведем одну встречу, где разберем как раз ответы на вопросы. Поэтому, друзья, пишите вопросы в комментарии, Игнат никуда не денется, обязательно на них ответит. Обязательно договорились. Спасибо тебе большое. Пока. Пока. Продолжение следует...